Добро пожаловать на урок по взлету и основы навигации на самолете И-10. Сейчас мы находимся на взлетно-посадочной полосе. Готовы к вылету и уже снижение разрешения от руководителя полета. Перед взлетом мы рассмотрим основы навигационного оборудования и данные на ИО-АЛЬС. Пять основных пилотажно-навигационных приборов расположены на центральной части панели приборов. Авиагоризонт или ИТА имеет вращающуюся сферу, с помощью которой отображается тангаж и крен. По центру авиагоризонта находится силуэт самолета в виде буквы W, который отображает положение самолета в пространстве. Когда силуэт самолета находится на черном фоне, тангаж самолета отрицательный. Когда силуэт находится на сером фоне, тангаж самолета положительный. Шкала тангажа имеет деление на каждые пять градусов. Также есть деление на 30, 60 и 90 градусов. Положение силуэта самолета наделением указывает на текущий тангаж самолета. Деление вокруг сферы обозначает уровень крена. Они проградуированы на 10 градусов снизу сверху и на 30 градусов по бокам. При повороте самолета по крену сфера вращается и сплошной белый треугольник внизу прибора указывает на текущее значение крена. На лицевой части прибора расположены вертикальные и горизонтальные планки глиссады. Они используются для посадки по системе ILS и являются директорными указателями курса и высоты на заходе по глиссаде. Вертикальная директорная планка указывает на необходимый горизонтальный доворот до выхода на заданный курс глиссады. Если планка смещена правее центра силуэта самолета, это значит, что вы отклонились от заданного курса налево. Если планка смещена левее, это значит, что вы отклонились вправо. Горизонтальная директорная планка указывает на необходимость снижения или подъем для выхода на заданную высоту глиссады. Если планка смещена ниже центра, значит, вы выше глиссады. Если выше, значит, вы ниже глиссады. При посадке по ILS с маневром самолета необходимо добиваться минимального отклонения планок от центрального положения в перекрестии. В левой части авиагоризонта находится указатель отклонения от глиссады. Этот указатель перемещается вверх и вниз относительно вашего положения в глиссаде. Ниже авиагоризонта располагается индикатор горизонтальной обстановки или HSI. Подвижная шкала текущего курса вращается вокруг неподвижного символа самолета в центре. Внутри курсовой шкалы имеется стрелка текущего курса на точку маршрута. Она показывает прямое направление на выбранную точку. В левом верхнем углу отображается дистанция до точки. Дистанция измеряется в морских милях. В правом верхнем углу отображается значение заданного курса на точку. В центральной части прибора находится индикатор отклонения от заданного курса или CDI. Он состоит из двух частей. Давайте установим другую точку маршрута, чтобы лучше понять принципы работы. Вы можете переключать точки маршрута нажатием клавиши TILDA. Внешняя стрелка CDI всегда указывает заданный курс на точку. Внутренняя стрелка указывает текущее отклонение от заданного курса и директорное направление возврата на курс. Когда шкала выровнена по центру и указатель курса направлен прямо наверх, вы идете заданным курсом на точку. В левее авиегоризонта находится указатель приборной скорости. Данный прибор отображает приборную воздушную скорость в диапазонах от 50 до 500 узлов. В правее авиегоризонта находится параметрический высотомер. Этот прибор отображает высоту относительно уровня моря. Цена неления шкалы 20 футов. Каждая целая умножается на 100 футов. Вариометр предназначен для измерения и индикации вертикальной скорости самолета, то есть скорости подъема или спуска в 1000 футов в минуту. Движение стрелки индикатора по часовой означает подъем. Движение стрелки против часовой означает снижение. Давайте рассмотрим колотаж на навигационную индикацию на ELS. Директорный индекс помогает выдерживать направление на точку. Индекс смещается влево и вправо на ELS, указывая на необходимый доворот, и стрелка индекса вращается вокруг кольца, указывая в сторону точки. Например, сейчас мы находимся правее пункта маршрута. Директорный индекс смещен к левой стороне ELS, и стрелка указывает налево. Если мы уйдем левее, то директорный индекс окажется справа, и стрелка будет указывать направо. Если вы направлены на точку, директорный индекс будет находиться по центру, а стрелка указывает строго наверх. Следующий значок на ELS – это директор курса, который находится под курсовой шкалой. Для выдерживания курса на точку надо свести этот указатель с индексом текущего курса на курсовой шкале. В отличие от индикатора горизонтальной обстановки HSI или авиагоризонта ADI, индикация на ELS не выдает информацию об отклонении от заданного курса, а лишь выводит направление на точку. В нижнем правом углу ELS находится блок навигационной информации. Верхняя линия показывает номер выбранной точки маршрута и дистанцию до нее. Например, в данный момент выбран первый ПБН, и до него осталось 6,8 морских миль. Вторая линия показывает время, оставшееся до достижения выбранной точки и дельту, или отклонение от заданного времени на точке. Если дельта отрицательна, значит мы отстаем от заданного времени и нам нужно добавить скорость, чтобы пройти точку вовремя. Если дельта положительна, то наоборот мы прилетим раньше времени и следственно нужно сбросить скорость. Для этого тренировочного полета мы не будем обращать внимания на дельту. Нижняя линия блока показывает текущее время. Перед тем, как начинать разбег на взлет, удерживаем тормоза клавишей W. Зажимаем клавишу плюс для набора оборотов двигателя до 90%. Так держим примерно 3 секунды для последнего осмотра индикаторов. Все выглядит штатно. Отпускаем тормоза и выводим двигатель на максимальный режим. На пробеге плавно удерживаем самолет по центру полосы при помощи педалей клавиши Z и X. При достижении скорости 140 узлов плавно отклоняем ручку на себя до достижения 10 градусов тангажа, который контролируется по авиегоризонту Ильяем. При выдерживании 10 градусов тангажа самолет сам взлетит, набрав достаточную скорость. Ни в коем случае не тяни ручку слишком резко. При положительном наборе высоты поднимаем шасси клавишей G и закрывай клавишей F. Субтитры создавал DimaTorzok